В последние десятилетия мы стали свидетелями неуклонной эрозии библейских моральных норм, регулирующих сексуальное поведение человека. Поскольку эти нормы, касающиеся и прочего небрачных полых отношений, гомосексуальной активности, супружеской верности, дитерождения и развода, уступили место в более широкой культуре, более снисходительным взглядом возникли новые, более фундаментальные проблемы. Это трансгендерный момент, как его называют, когда человек может выбрать свою гендерную или половую идентичность, не совпадающую с его биологическим полом. Этот момент требует библейского и теологической оценки. Трансгендер – это название, обозначающее или относящееся к человеку, чьи чувства личной идентичности пола не соответствуют их полу, назначенному при рождении. Библия нигде прямо не упоминает трансгендерность и не описывает людей с трансгендерным ощущением. Тем не менее, Священное Писание описывает развитие человеческой сексуальности и определение пола. Основой для нашего понимания гендерных вопросов является тот факт, что Бог создал два, и только два пола. Мужчиной и женщиной Он сотворил их. Все современные теории о многочисленности полах или о гендерной текущести или даже гендерном континиуме с неограниченным количеством полов чужды Слову Божьему. Самое близкое библейское упоминание о трансгендерности – это осуждение гомосоциализма. Римлянам 1 глава с 18 стиха, 1 Коринфянам 6 глава с 9 стиха и также осуждение трансцентизма. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий сию. И это не невинные брюки или платья, а целенаправленное переодевание, как акт поклонения идолам. Таким образом, хотя в Библии прямо не поминается трансгендерность, в тех местах, где приводят другие случаи гендерной путаницы, они четко и недвусмысленно определены как грех. Грех есть грех. И люди грешат. Но наибольшая проблема в том, что сейчас этот грех раскручивается, как само разумеющееся и прекрасное. Мало того, что люди, которые продвигают этот вопрос, пытаются не просто защитить, но и обратить свою веру тех, кто находится в растерянности, давая особое направление работе с подростками. Пропасть между библиотекскими взглядами на сексуальность и светскими взглядами увеличивается с каждым днем. Социальные сети и индустрия развлечений сегодня прославляют гендерную изменчивость как более просвещенный способ мышления. Тенденция быстро выросла. Знаменитости, идентифицированные как трансгендеры, попадают в заголовки газет, а трансвеститы ведут рассказы в школах и библиотеках. Общество сталкивается с неожиданными правовыми и этическими проблемами, поскольку индифицированные трансгендерами люди соревнуются в спортивных командах и пользуются общественными туалетами своего небиологического пола. Родители все чаще позволяют своим несовершенным детям изменять свое тело химическим и хирургическим путем. А в некоторых штатах в настоящее время несовершеннолетним разрешается делать это даже без согласия родителей. Изменение в светской культуре также меняет наш товарный запас. Например, термин пол больше не означает только мужчина или женщина. Вместо этого гендер тебя принимает в внимание идентичность и самовыражение. В нашем обществе появилось быстро растущее социальное явление – гендерная дисфория, которая поражает подростков и взрослых. Людей, которые годами отечествляли себя со своим биологическим полом, а затем вдруг решают, что они хотят сменить пол и изменить свое тело. Этот кризис развития, особо заметный среди подростков, связан с заражениями с вельсниками. Такие вещи влияют на этих людей. Влиятельные лица в социальных сетях прославляют идеологию гендерной текучести. Сверстники воспринимают трансгендерное поведение как популярное и модное, а также как средство для социального празднования или уникального признания. Клубы спонсируются в рамках системы школьных школ для содействия принятия концепции идентичности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Одним из основоположников теории гендерной идентичности был сексолог Джан Уильям Мани, который провел самый жестокий эксперимент в истории психологии. В наше время регулярно говорят о гендерной идентификации и о том, что решать этот вопрос каждый имеет право сам. Что же произойдет, если подмена осуществится без ведома человека, например, в детстве? Один случай, который не задумывался как эксперимент, но стал им демонстрирует, как наше самоощущение сложно обмануть и наглядно показывает, какими чудовищными могут быть последствия, когда человеку не дают права жить в гармонии с собственным полом. Дэвид Реймер – жертва одного из самых неоднозначных и жестоких экспериментов в истории психологии. Так, рожденный мальчиком, Реймер в результате роковой ошибки врачей был воспитан как девочка. В итоге это стоило молодому человеку жизни. В 1965 году восьмимесячный младенец Брус Реймер, родившийся в канадской Минипеге, посоветовал врачей подвергся процедуре обрезания. Однако из-за ошибки хирурга, проводившего операцию, у мальчика были повреждены половые органы. Психолог Джан Мэнни из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, к которому обратились за советом родителей ребенка, посоветовал им простой выход из этой сложной ситуации. Сменить пол ребенка и воспитывать его как девочку, пока он не вырос и не начал испытывать комплексы по поводу своей мужской несостоятельности. Сказано, сделано. И вскоре Брус стал брендой. Несчастные родители не догадывались, что их ребенок стал жертвой жестокого эксперимента. Джан Мэнни давно искал возможность доказать, что половая принадлежность обусловлена не природой, о воспитании, и Брус стал идеальным объектом наблюдения. И затем, на протяжении нескольких лет, Джан Мэнни публиковал в научных журналах отчеты об якобы успешном развитии своего подопытного. «Совершенно ясно, что ребенок ведет себя как активная маленькая девочка. Ее поведение разительно отличается от мальчишеского поведения у брата-близнеца», – уверял всех ученых. Однако и родные дома, и учителя в школе отмечали у ребенка типичное мальчишеское поведение. Родители находились в постоянном стрессе, потому что они видели, что происходит с их сыном, который стал дочерью. В течение нескольких лет Джан Мэнни сообщал о прогрессе Реймера как об описании явно успешного женского гендерного развития и использовал этот случай как подтверждение своей теории. Однако же, в записях бывшего студента лаборатории Джана Мэнни говорится, что во время ежегодных контрольных посещений родителями из сына им обычно лгали и не рассказывали, что происходит с их сыном. Смотря на то, что происходит в их семье, на то, что происходит с их ребенком, у матери стали наблюдаться социодальные наклонности. Отец стал алкоголиком, а брат-близнец постоянно пребывал в депрессии. Так продолжалось на протяжении многих лет. Но тут Брюс взбунтовался. Он наотрез отказался делать операцию и перестал приезжать на приемы к Мэнни. Одна за другой последовали три попытки самоубийства. Дело Брюса Реймера привлекло в международное внимание в 1997 году, когда он рассказал свою историю Милтону Даймону, академическому сексологу, который убедил Реймера позволить ему сообщить о результате, чтобы отговорить врачей о отвлечении других младенцем аналогичным образом. Вскоре после этого Реймера обнародовал свою историю. И вышла книга, как природа создала его. Мальчик, который был воспитан девочкой. В котором доктор писал, как вопреки сообщениям Мэнни, живя как бренда, Брюс не считал себя девушкой. Он подвергался издевательствам со стороны сверстников, которые окрестили его пещерной женщиной. И ни платья с оборками, ни женские гормоны не заставляли его чувствовать себя женщиной. Брюс сменил имя на Дэвид, отстриг волосы и начал носить мужскую одежду. В 1997 году он прошел через серию реконструктивных операций, чтобы вернуть физические признаки своего пола. Он также женился на женщине и установил троих ее детей. Однако хэппи-энда не получилось. 1 июля 2002 года Брайан был найден мертвым в результате передозировки антидепрессантов. 4 мая 2004 года после многих лет тяжелой депрессии, финансовой нестабильности и семейных проблем Дэвид покончил жизнь самообийством. Выстрелил себе в голову из-за болезного даровика в возрасте 38 лет. Родители Реймера заявили, что методологии Мани были ответственны за смерть обоих их сыновей. Мани утверждал, что реакция СМИ на разоблачение была вызвана явной предзятностью СМИ и как антифеминистическое движение. Он сказал, что его недоброжелатели считают, что мужественность и женственность заложены в генах, поэтому женщинам следует вернуться к матрасу и кухне. Однако и те, которых он якобы защищал, трансгендерные активисты, также раскатиковали Джана Мэнни, заявив, что его неподтвержденная теория привела к хирургическому переводу тысяч младенцев и также принесла большое влияние на поражение их психики. Мэнни был огорчен этим делом, старался не обсуждать его, но он говорил о том, что он был прав и по-прежнему навязывал свою теорию окружающим людям. Но теория Джан Мэнни не останавливалась на этом. Джан Мэнни был критически настроен на то, чтобы защищать различные сексуальные извращения, в том числе и педофилию. Он заявил, что ни исследователи секса, ни общественность не делают различия между аффективной педофилией и садистской педофилией. Джан Мэнни утверждал, что ласковая педофилия связана с любовью, а не с сексом. У Джана Мэнни было множество извращенных сексуальных идей. Теперь, посмотря на то, что он являлся родоначальником этой теологии или теории, можно посмотреть, каким плачевным результатом люди пришли спустя множество лет. Поскольку это движение рассчитано в основном на детей и подростков, родители должны позаботиться о том, чтобы воспитать детей правильно, о том, как они были созданы и задуманы Богом. Они должны начать в раннем возрасте ребенка воспитывать здоровый библейский взгляд на пол и на сексуальность. Не прятаться, не возмущаться, но заниматься воспитанием своих детей. Одно из самых больших заблуждений о христианстве состоит в том, что оно просто говорит о правильных поступках. Родители-христиане порой переоценивают поведение своего ребенка. Они заботятся о поведении, о поведении сердца. Реальное послание, которое они посылают, часто содержит больше студа, чем любви. Этот искаженный взгляд на Евангелие заставляет людей отвергать традиционные гендерные роли, как еще одну христианскую идею, порой кажешься ограниченную. Послание, которое наши дети и весь мир действительно должны услышать, заключается в том, что формирование жизни человека должно проходить глубокая дружба с Богом. Единственный путь к миру и спасение наших душ в идентичности нас и Бога. Наша идентичность основана на почитании Бога и с благоволения перед тем, кто Он есть и за благодарность за Его спасительную благодать. Это уместная реакция сердца на то, что сделал для нас Создатель. Окружающий мир может смеяться над таким поведением. Они могут высмеивать такой образ жизни. Но близкие люди, которые видят это, близкие люди понимают о том, что у нас есть твердое основание, которым является любовь к Богу. Любовь к Богу приводит к любви к другим. Отказ от Бога ведет к обесечествованию других. Об этом важно помнить, поскольку мы защищаем наших детей и учим их беречь их сердца и их разум в твердом основании. Многие аргументы пользы ЛГБД движения основаны на чувствах и на опыте людей. Их боль, их страдания, которые требуют поддержки, затрагивают наши сердца. И мы должны помогать им. Но когда мы ставим рассказы, чувства, предпочтения, переживания людей выше истины, священного писания, мы строим карточный домик вместо твердого основания для жизни. Те, кто создают свои собственные принципы сексуальности или отношения, не являются образцами для подражания. Только идеально разработанный план, план Бога, изложенный в его слове, должен быть стандартным, к которому мы стремимся. Не забудьте представить вашим детям и другие образцы для подражания. Им нужно увидеть здоровые отношения людей, надежных мужчин и женственных женщин, которые преиспевают в отношениях, которые живут, как научил Христос. Когда мы будем иметь здоровые отношения между другом, это будет хорошим примером для наших детей. Когда дети будут видеть мужчин, которые являются защитниками, и женщины, которые заботятся о своей семье, они будут подражать этому образцу. Научите своих детей библейскому мировоззрению. Им нужно знать то, что они видят Бога в нашей жизни. Им нужно знать то, что Бог является самым важным в их жизни. Им нужно иметь твердое основание. Им нужно знать, почему Бог создал мужчину, для чего Господь создал женщину, и как эти отношения являются и создают полноценного человека. Так смотрел Господь. Есть определенные нормы поведения, какие должны быть в мужчине и женщине. Мы должны стоять на страже стандартов чистоты и порядочности. Им нужно видеть, как вы радостно и целенаправленно сосредотачиваетесь свою жизнь на эти основания, на послушании Божьим стандартам. Они должны видеть Божьи стандарты в вашей жизни. Независимо от того, имея ли гендерное искажение генетическую, гормональную, физиологическую, психологическую или духовную причину, оно может быть исцелено. Исцелено через веру во Христа и постоянное доверие Святому Духу. Библия не просто книга, Библия говорит о Боге, который может послать освобождение от греха, освобождение от переживания, освобождение от проблем, которые дает Иисус. Да, возможно, вы не понимаете, почему так происходит, или есть люди, которые мучаются, находясь в этом состоянии, но Господь изменил нас. В Писании написано, как некоторые из нас были такими, но потом были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога. У нас есть надежда, надежда для всех, включая транссексуалов, трансгендеров, людей с расстройством гендерной дидичности, трансвеститов. Надежда на то, что благодаря Божьему просвещению и Божьему посвящению наша жизнь обретет полноценный смысл. Стройте свою жизнь на твердом основании, стройте свою жизнь на Христе. Читая Писание, мы можем видеть, кем нас Господь создал. Господь нас создал мужчиной и женщиной. Господь нас создал нам новым творением. И каждый из нас может приобрести и стать полноценным творением благодаря Иисусу Христу. Христу.